Пенсионеров, как работающих, так и тех, кто сидит дома, в этом году ждет немало нововведений. Кроме этого, появился еще один вид социальной пенсии. Обо всем этом журналистам рассказали на пресс-конференции в Пенсионном фонде. Сразу о позитивном. Новый год начался с индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам на 3,7%. Это выше показатели инфляции 2,5% по данным Росстата за прошлый год. Обычная индексация приходилась на февраль. В этом году ее провели с опережением. Пересчитаны и размеры фиксированных выплат, и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Пенсии пересчитаны всем пенсионерам, но выплата в повышенном размере осуществляется только неработающим пенсионерам. Таких пенсионеров в нашей республике 276 тысяч. В среднем повышение получилось на 457 рублей. После повышения данного, средний размер пенсии по старости у неработающих пенсионеров составил 12 тысяч 900 рублей. Других выплат, подчеркивают, в Пенсионном фонде не предусмотрено. Отдельные пенсионеры считают, что в этом году, как и в прошлом, им положено единовременные выплаты в 5 тысяч рублей. Но это была разовая мера, поскольку индексация пенсии тогда не дотянула до инфляции. В этом же году картина принципиально иная. Нововведения коснулись и тех, кто решил прекратить трудовую деятельность. Уволившимся с работы пенсионерам страховые пенсии с индексацией будут выплачиваться уже со следующего месяца. С учетом сроков получения обработки отчетности работодателей, пенсионер получит пенсию в повышенном размере на четвертый месяц после увольнения с доплатой сумм индексации за три месяца. С 1 января этого года также вводится новый вид социальной пенсии. Детям, родители которых неизвестны. Это подкинутые или найденные малыши, а также оставленные матерью в медицинской организации после родов. Социальная пенсия будет устанавливаться в таком же размере, что и круглым сиротам. На начало года мы установили 12 детей. В январе месяце принимаем заявление на них опекуны. Опекуны представляют или учреждения социального обслуживания, где они содержатся, медицинские учреждения. Этим детям будет назначена пенсия в размере двух социальных пенсий. Это 10 034 рубля 57 копеек. Но надо заметить, эта пенсия будет выплачиваться до достижения 18 лет. Ранее вот такие дети вообще не получали пенсии. Конечно, несправедливо. До 18 лет, если они поступят учиться до 23 лет. Если таких детей усыновят в семьях, значит, выплаты данной пенсии прекращаются. И еще один важный момент. В соответствии с пенсионной формулой, для назначения страховой пенсии в этом году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. Напомним, необходимый стаж ежегодно увеличивается на один год. Количество пенсионных баллов на 2,4 и так до 2025 года. Если стажа пенсионных баллов при достижении пенсионного возраста недостаточно, в страховой пенсии могут отказать или назначить ее позже. Мы в прошлом году отказали порядка 166 гражданам. В целом у нас отказные решения вынесены на 1465. Но тут это, вы знаете, в основном у нас это досрочные пенсии, которым, в общем-то, не хватает соответствующего стажа. Или иногда мы не можем соответствующий стаж идентифицировать, отождествлять наши полномочия не входит через судебные органы. Значит, они это подтверждают, данный стаж, как льготный. Ну и были единичные случаи в связи с тем, что в прошлом году отдельный муниципальный государственный служащик, к ним тоже требование для установления страховой пенсии на 6 месяцев повысилось. В связи с этим тоже где-то 4 или 5 вот таких отказных решений у нас было. Это касается тех граждан, которые получали зарплату в конвертах. Поэтому работникам важно своевременно сообщать о серых схемах работодателя правоохранительные органы. В пенсионном фонде еще раз напоминают, чтобы не остаться без пенсии, работать нужно официально. Лидия Галактенова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.